Здравствуйте, уважаемые пользователи портала сиапресс.ру. Сегодня у нас онлайн-конференция, которая пройдет с руководителем региональной общественной организации киберхранителей в Югре. Это Ирина Кузнецова. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. И онлайн-конференция проводится в рамках проекта «Общее дело», которое поддерживает правительство Югры. И, как вы, наверное, уже поняли от названия организации, говорить мы будем о такой острой теме на сегодняшний момент, как, так сказать, неправильный и непротивоправный контент в интернете. И для того, чтобы сразу объяснить нашим зрителям, расскажите, чем занимается ваша организация, для чего она создана, когда, может, она создана, то есть какое время вы уже работаете. Наша организация официально зарегистрирована 19 марта 2018 года. Нам официально полгода. Но свою деятельность мы осуществляем еще с сентября 2017 года. Наша задача находить противоправный контент. То, что прописано в 149-м федеральном законе информационных технологиях. Что у нас запрещено? Пропаганда наркотических веществ, пропаганда экстремизма и терроризма, пропаганда суицидального поведения. Ну вот у нас такие достаточно жаркие споры разгорелись в комментариях под анонсом. То есть всех интересует, какой контент считается противоправным. То есть только то, что указано в законе, как вы сейчас озвучили, или это что-то еще. Ведь у нас сейчас в России иногда до абсурда доходит, когда обвинения предъявляются за какой-то мем, за шутку. То есть люди от этого страдают. И вот, собственно, интерес у наших комментаторов вызвало именно то, что противоправный контент – это какой? То есть это жестко регламентированный законом какой-то контент, или же это все-таки есть какие-то там, может быть, у вас наставления, рекомендации? Несомненно, есть какие-то комментарии, которые иногда пользователи интернета выставляют, даже не задумываясь. То есть, да, но есть у нас одна интересная фраза – «Незнание закона не освобождает вас от ответственности». Конечно, мы стараемся искать то, что уже четко регламентировано в законе. Однако мы иногда находим и то, что не регламентировано в законе, но мы понимаем, что это неприемлемо для распространения в сети интернет, но в большей степени мы находим такой контент, который может навредить людям. То есть это уже более экстремистская деятельность, ближе к течениям не очень хорошим. То есть мы больше вот в этой степени свою деятельность осуществляем, но, однако, если есть какие-то комментарии, то есть, ну, тоже нужно думать. Если ты говоришь «Россия для русских», ну, у нас в Конституции прописано, что был многонациональный народ. Понятно. А организация ваша создана? Это ваше собственное желание как волонтеров? Или, может быть, грант какой-то был получен на ее открытие? То есть кто создал организацию и для чего? То есть откуда взялась вот эта вот необходимость получить свою команду киберхранителей? Хороший вопрос. На самом деле эту организацию создали мы, неравнодушные граждане. На тот момент, когда мы создавали эту организацию, мы и слухом, и духом не знали, что есть какие-то там гранты, что будут форум гражданских инициатив и что-то наподобие этого. Мы создавали с четкой регламентированной целью, что мы хотим защитить будущее поколение от негативной информации в сети интернет. И таким образом мы решили создать организацию. И сейчас вы базируетесь где-то на какой-то базе? Ну, как бы, есть у вас базовая организация, на которой вы там отделом работаете? Или это прям конкретно автономная организация? Сейчас мы пытаемся найти для себя помещение, чтобы хотя бы как-то можно было собраться и вместе работать. Но, однако, до этого момента мы полгода спокойно существовали, собирались у себя и выявляли противоправный контент. То есть, и так же, не только интернет, это не только плохо, но и хорошо. То есть, с помощью интернета мы тоже обмениваемся различной информацией, собираем информацию, управляем в правоохранительные органы. Понятно. То есть, вы работаете в связке с правоохранительными органами? Это что? Роскомнадзор, полиция? Это и Роскомнадзор, и Министерство внутренних дел, и прокуратура. Поскольку мы обычные люди, мы обычные граждане, мы не вправе решать, наказать там какого-то человека или заблокировать ли какой-то контент. У нас нет на это полномочий. Мы посмотрели федеральный закон, мы посмотрели законодательство Российской Федерации. Мы увидели, что это не соответствует законодательству. Таким образом мы написали письмо, отправили в правоохранительные органы, а уже за ними решение, стоит этот блокировать контент или не стоит. Наша задача не посадить каких-то людей, что-то вот такое. Наша задача просто обезопасить наших детей, наше будущее поколение, чтобы просто этого контента не было. Ну а сами правоохранительные органы, как они реагируют на то, что вы им, так сказать, помогаете? Это ведь как бы и их работа. Они скорее рады, потому что, как известно, времени у правоохранительных органов нет, чтобы просто сидеть, как говорится, за компьютером и искать. А когда им присылают что-то, на это реагировать им гораздо проще. До самого начала в киберхранителях? Да, конечно. Вот скажите, что вас конкретно привело туда? То есть какова ваша история? Просто так же человек не придет и мне скажет, теперь я буду искать противоправный контент в интернете. Лично моя история началась года два тому назад, когда у нас в сети появились суицидальные контенты. Мне пришло письмо, то есть сообщение в социальной сети ВКонтакте от моей знакомой о том, что есть такая хорошая игра «Синий кит», и некоторые ребята из Суркуты, из Суркутского района там играют. То есть у меня вызвало такое очень интересное подозрение, что почему бы не сделать группу, так сказать, свое сообщество, которое может каким-то образом обезопасить наших детей, чтобы они там не сидели, чтобы они радовали жизнь, как говорится. И сколько у вас сейчас в вашей команде человек? В нашей команде 13 человек. 13, то есть ни больше, ни меньше не набирайте, то есть это сформированная команда, если кто-то захочет вступить в группу киберхранителей, там уже пока места нет, да? Почему же? Мы всегда рады новым волонтерам. В октябре, 1-3 месяца мы планируем провести несколько мероприятий для привлечения нового добровольца. Ну вот, Ирина, подскажите мне такой тоже вопрос, который, в принципе, интересовал и наших комментаторов, которые ждали онлайна, да? То есть это каким образом вы отбираете тех, кто будет киберхранителем, да? То есть какие требования? Это определенное образование может быть, да? Определенный возрастной порог, ведь все-таки от жизненного опыта, наверное, на человека тоже зависит немало. То есть каким образом происходит отбор в вашу организацию? Самое главное для нас это возраст, то есть младше 18 лет мы не принимаем в свою команду. Все-таки это психология, это ответственность. Лица младше 18 лет не всегда могут справиться с эмоциями, которые вызывают у них противоправный контент. Иногда это очень бурная реакция, ну как так? Ну и самое главное, это, конечно же, желание искать этот контент, тратить свое время, не просто там, неизвестно, чем заниматься в интернете. Действительно, открывать социальные сети, открывать интернет и искать что-то противоправное и передавать это в правоохранительные органы. Вот вы считаете, что 18 лет это достаточно минимальный порог для того, чтобы человек адекватно, объективно оценивал ситуацию, то есть которая происходит в интернете, определял противоправный это контент или нет. Ведь противоправный, как вы уже сами сказали, это то, что записано у нас в законе, да, плюс то, что в принципе сам человек может посчитать, да, то есть там противоправным, как таковое. Или же все-таки нет отхождения от закона, то есть только то, что прописано и все. Шаг влево, шаг вправо он недопустим. Как вы говорите, шаг влево, шаг вправо. Почему же? Допустим. Единственное только, конечно же, нужно понимать. У нас, я вам приведу наглядный пример. Около года назад появился так называемый трэш-контент. Он не регулируется законом. Но однако мы, сами взрослые люди, понимаем, что выставлять фотографии катастроф маленьких детей, которые погибли в этой катастрофе, ну это не, по крайней мере, жестоко. Жестоко, но это не незаконно? Ну это не незаконно. То есть мы понимаем, что с участия законодательства вроде бы как-то все и чисто. Но с другой стороны, в этой группе состоят эти же дети, эти же подростки. У нас, с другой стороны, есть и федеральный закон. Я скажу, как он называется. Федеральный закон, который, информация, который может нанести вред здоровью и развитию несовершеннолетних. То есть вот ребенок 14 лет спокойно заходит в эту группу и смотрит различные не очень хорошие фотографии. Ну вот давайте возьмем пример. То есть нашли вы, допустим, вот такая фотография в группе, которая не специализируется на таком трэш-контенте, а просто так для того, чтобы привлечь пользователей, разместила и так далее. Там может быть это будет один пост из ста, из тысячи. Как вы с ними взаимодействуете, может быть, как-то. Или даже не группа, а человек. Вот просто я на своей странице разместила. То есть я не считаю, что у меня там… У меня в друзьях нет людей младше 18 лет, допустим. То есть кто бы увидел мой контент, который у меня на странице только целенаправленно зайдет. Это будет какое-то предупреждение человеку. То есть это будет какое-то предупреждение в группе о том, что вы выставляете какой-то противоправный контент, который не устраивает, допустим, который плохо влияет на психику детей. Или это сразу же просто, я не знаю, как это делается, принтскрин и правоохранительные органы, а дальше уже разбирайтесь с ними. То есть как происходит вот эта вот ситуация. Как-то оценивает какой-то старший, может быть, куратор у вас, да. Вот вы, как президент организации, да, приходит к вам тут кто. Ваш подчиненный говорит, вот посмотри, я нашел вот фотографию, вот принтскрин, и мы можем это отправить или нет. Как вот процесс, расскажите нам процесс. Ведь это на самом деле интересно, да, то есть чем вы занимаетесь именно вот в ваших рабочих буднях. Конечно. Вот вы, например, вы просто написали какой-то пост у себя на странице. Мы тоже можем понять, а как вы отреагируете, если мы вам напишем предупреждение, что такое выкладывать нельзя. Конечно, если вы постоянно выкладываете какие-то, ну, такие у него очень хорошие посты и ведете себя, я бы сказала, агрессивно, то если мы напишем вам предупреждение, то вы поведете себя достаточно агрессивно. Конечно, все зависит от ситуации. Если мы понимаем, что аккаунт ведет себя агрессивно, это уже не единственный контент, который они выложили, не ценный пост, то, конечно, как мы здесь можем самостоятельно ему как-то сообщить, что вот это вот нельзя. Конечно, если мы видим, что вроде бы нормальные аккаунты тут вдруг выстают в этот пост, конечно, мы постараемся как-то разобраться сами. Да, то есть поговорить с человеком, как-то выйти на него и объяснить, что нежелательно такое выставлять, что у нас есть законы и так далее. А если человек ведет себя агрессивно, это уже не первая публикация, то он, скорее всего, делает это намеренно, он, скорее всего, понимает, что он делает. Несет какие-то определенные цели, как вот у нас Алексей Навальный, например, собирает народ для различных несанкционированных митингов. Ну вот, раз уж заговорили за Навального, да, то есть вы как-то мониторите сети сторонников Навального в Сургуте, из тех же подростков какие-то, да, то есть, которые вступают в его группу, которые поддерживают его идеи, может быть, с ними какая-то работа проводится. Раз уж вы его определили как человека, который занимается незаконными вещами. Конечно, мы просто просматриваем группы, которые существуют, с Алексеем Навальным, рассмотрим, кто там состоит, но в большей степени, конечно, люди состоят там просто, чтобы смотреть новости. Уже не с такой целью, чтобы там как-то его поддержать. Хотя есть такое, что и сильно поддерживают Алексея Навального. Понятно. А вот какую-то статистику можете привести за время своей работы? Какова ваша эффективность, да, то есть, там, сколько может быть заведено уголовных дел, сколько закрытых групп, ведете же такую отчетность? Да, конечно, ведем. За время нашего существования, то есть, я беру разрез официального существования, с 19 марта 2018 года было найдено 22 контента, пропагандирующих экстремизм, но в большей степени это уже то, что зарегистрировано в федеральном списке экстремистских материалов. Из этого списка также было заведено одно уголовное дело по статье «Организация экстремистского сообщества». То есть, такой контент, который распространял уже не экстремистскую, действительно, а вот уже более на подрыв ценностей нашего государства, на призыв к осуществлению различной деятельности. Кроме экстремизма и терроризма, мы также занимаемся и наркотическими веществами. Может быть, уже многие знают, что у нас в интернете спокойно распространяется так называемая работа в социальных сетях. Может быть, слышали уже? Да, да, натыкалась, естественно. Натыкались. Ну, тогда вам такая проблема уже известна. За период нашего существования мы нашли примерно такие аккаунты. Сейчас скажу. 23 аккаунта, которые пропагандируют рекламу наркотических веществ. Из них 9 уже Министерство внутренних дел рассматривает. Они блокируют их, естественно, сразу же, или блокируют их администрацию социальных сетей? Конечно, блокируют администрацию социальных сетей, блокируют Роскомнадзор. Именно вот эти вот посты, которые распространяют. А сфера вашей деятельности распространяется только на тех пользователей и те группы, допустим, которые зарегистрированы в Югре, или вы все-таки еще и более масштабно работаете? Потому что распространять наркотики может быть человек зарегистрированный где-нибудь в каком-нибудь кургане. Да, конечно, вы верно подметили. Распространять противоположные годы может вообще даже не только человек из России, может быть даже человек из-за границы. Никогда не знаешь, кто именно распространил эту информацию. Тем не менее, мы стараемся смотреть. То есть, если есть видимый результат, что вот, например, этот аккаунт привязан к Москве, ну, значит, мы уже понимаем, что, скорее всего, он просто какой-то, как говорится, левый аккаунт, который распространяет информацию у нас в Югре. Но, тем не менее, распространять информацию в Югре на наших пользователей, значит, уже есть основания просмотреть именно этот аккаунт, посмотреть, кто это распространяет при помощи обращения правоохранительного органа. А работа ваша, она проводится вручную или есть какая-то специализированная программа? Да, в Югре есть автоматизированная система поиск, но в большей степени мы занимаемся ручным поиском, поскольку система — это хорошо, а когда человек всё-таки сам просматривает эту информацию, то есть мы стараемся смотреть с точки зрения того, что может действительно увидеть наш человек. То есть человек же не будет смотреть что-то в системе поиска. То есть система поиска у нас тоже выстроена так, что она работает по ключевым словам. Тем не менее, мы всё-таки смотрим больше на жизнь настоящую, на реальность, и стараемся смотреть ручной поиск, думать так, как захочет выложить этот пост человек, у которого есть определённые замыслы. Но эффективность вручную уже — это дольше, чем какая-то определённая автоматизированная система. Это меньше обхват, наверное. Есть у вас вообще какие-то планы? Может быть, недельные, может быть, ежемесячные, то есть что в месяц можно столько-то, столько, или сколько нашли, столько, и хорошо. Ну, у нас поговорим об эффективности, как говорится. Насколько эффективен ручной поиск? Мы понимаем, что ручной поиск — это то, на что может нарваться любой человек в любое время. То есть вы говорите об эффективности, более эффективно смотреть ручным поиском, чем автоматизированная система поиска. То есть каким образом, сколько мы ставим перед собой целей в плане поиска? У нас нету каких-то прям точных критериев, чтобы каждый месяц там 20 или 30, или 10, или сколько-то контентов определённой тематики. Нет, конечно. Сколько найдём, как говорится, столько и найдём. Но стараемся искать каждый день, стараемся просматривать социальные сети, интернет. В дальнейшем мы хотим сделать несколько акций, как это делает Лига Безопасного Интернета, по поиску противоправного контента именно недельному раз в месяц. То есть мы будем предлагать работать не только киберхранителем, но и всем желающим. Как это будет происходить? Для этого у нас есть наша группа киберхранителей Югра, у нас есть сообщения сообщества, какие любой человек может написать, как анонимно, так и неанонимно. То есть если он пишет, что я предоставляю вам информацию, я предоставляю вам анонимно, то мы сохраняем эту конфиденциальность и работаем над аккаунтом, который он прислал нам сообщение. Если же он пишет, что да, вот я бы хотела там дальше смотреть, там узнавать, что там с этим аккаунтом, правильно ли я определил эту информацию, то, конечно, мы уже записываем у себя, что этот аккаунт определил какой-то человек. Также, если работа идет с организациями, то с помощью писем. Кто сколько нашел, какой информации. То есть в основном больше через интернет, это ссылки, чтобы удобно было открывать и просматривать. Поняла. Как вы работаете? У вас это как хобби больше, или это все-таки основное место работы, и может быть это только по выходным, полный рабочий день, там один час в день? Ну, работа это сложно назвать, это скорее больше хобби. Полезное хобби не только для себя, но и для общества. Это не основная наша работа, но мы стараемся заниматься это деятельностью в любое свободное время. То есть этого нету много такого, что там все вечером после учебы мы пошли, будем мониторить интернет, или после работы пришли. Нет, это все-таки как-то так больше свободненько. То есть есть время поработали, нет времени, как бы отложили эти дела. Ну, у нас же в России запрещено, как бы, насильный труд, как говорится. Не хочешь работать? Ну, пожалуйста, не работай. Это все добровольно. Если человек понимает, что он хочет посмотреть этот контент, что он хочет провести наше мероприятие какое-то простительское для детей или для более старшего, взрослого поколения, то, конечно же, он присоединяется к нам и работает. Нет, конечно, у нас есть и собрания, кем мы собираемся и обсуждаем какие-то воздействующие проблемы, которые у нас есть. Есть всякий интернет. Обращаем внимание, на что нужно посмотреть. Вот у нас, например, такая тема более опасная, такая тема уже менее опасная. То есть мы стараемся все-таки нашу деятельность осуществлять на той степени, что сейчас более актуально. Но вот что сейчас более актуально в Югре? Каких материалов вы находите больше всего? Каких материалов? Именно вот с наркотическими веществами, к сожалению. Вот в большей степени мы делаем акцент на наркотические вещества, но тем не менее, экстремистские контенты у нас тоже присутствуют. Мы стараемся обращать внимание именно на такой контент. Ну вот давайте возьмем, если уж мы заговорили за распространение этих наркотических средств, то есть ли от этого эффект, кроме того, что профиль человека заблокируют? То есть вот человек пишет, я вам предлагаю работу, как это обычно происходит, такая-то зарплата в день. Если интересно, напишите мне в личку Viber еще куда-то. То есть вы понимаете, это, наверное, любой здравоемыслищий человек понимает, о чем говорится, что это за работа подразумевается в сообщении. То есть вы написали администрации ВКонтакте, они его заблокировали, этот профиль. То есть сам-то человек никакую ответственность, по сути, не понес, он тут же создал другой профиль и продолжает заниматься. То есть это, ну так, где тогда эта эффективность? По сути же на человека это не влияет. То есть те, кто распространяют наркотики именно таким способом, они, у них может быть и по 10, и по 20, и по 100 аккаунтов, и от того, что блокируется там один, они ничуть не страдают, что там все остальные. То есть или вы все-таки доводите до того, что этого человека начинают искать, да, то есть чтобы предъявить ему там какое-то, может быть, завести на него уголовное дело. Да, конечно. То есть мы понимаем, что нам пишут какой-то аккаунт, предлагают работу. Для начала нам нужно понять, а то ли он нам вообще предлагает. То есть он же пишет, что суть работы в закладках наркотических веществ. Мы прекрасно понимаем, что наркотические вещества распространять у нас запрещено. Таким образом мы фиксируем его сообщения, отправляем в правоохранительные органы, а потом отправляем в администрацию, для того, чтобы заплатировать этот аккаунт. Правоохранительные органы уже просматривают наши сообщения и пытаются все-таки найти этого человека. Но суть заключается в том, что не всегда у нас наши технологии, то есть могут найти этот аккаунт, именно этого человека, который это распространяет. В основном распространяется это все через такие каналы, как Телеграм. И за счет того, что распространяется через Телеграм, найти человека невозможно. Но в большей степени также еще есть люди, которые распространяют это из других стран. А так как распространяют это из других стран, мы тоже этого человека привлечь к ответственности не можем. Ну, то есть каких-то данных о том, поймали ли хотя бы одного вот такого работодателя, то есть в кавычках, у вас нет? Что там дальше? Полиции отдали, а полиция уже сами разбираются с этим, с тем, что вы им предоставили. Так у вас обратная связь вообще какая-то имеется с правоохранительными органами? Да, конечно, обратная связь у нас имеется. У нас уже прописано соглашение с Министерством внутренних дел, в частности ОМВД России по Сургутскому району. Информация, которая поступает, мы стараемся выяснять, что это более неформально, чтобы людей не отвлекать. То есть все-таки правоохранительные органы, у них своя работа, у них даже больше работы, чем у нас, у каждого из нас. А информацию мы у них спрашиваем. Вот мы вам отправляли, скажите, что вот с этим аккаунтом. То есть они нам неформально объясняют, что ну вот такая вот. Ну вы молодцы, но мы ничего, никого не поймали. Так получается? Почему есть? Бывает, что и поймут, что и берут. Просто как бы нам не вся информация мы можем получить, поскольку она имеет конфиденциальный характер. То есть все-таки персональный, там есть и персональные данные, и другие. Поэтому не всю информацию мы можем получить. Мы можем получить только в цифрах, что вот вы нашли столько-то, из них вот мы вот там столько-то выявили, что вот мы по этим людям работаем. Ну вот эти цифры, они у вас есть? Да. Вы можете их озвучить? Девять человек из скольки? Скольки? Девять, из двадцати трех, девять аккаунтов взяли в разработку. А по каким причинам остальные отсеяли тогда? Техническая недоступность и другие страны. Понятно. Хорошо. И хотела еще уточнить за синяки, то есть было время, когда эта тема, она прям взорвала, мне кажется, все средства массовой информации, то есть и соцсети. Вот сейчас вроде бы все поутихло. Или это кажется только так, что все, этот вот резонанс прошел, и все осталось, как и было. По количеству групп, которые вот наподобие этих синих китов, что вы можете сказать? Конечно, количество таких групп значительно уменьшилось, но тем не менее иногда проявляются какие-то такие аккаунты, какие-то группы. Это носит скорее больше, ну, такой шуточный характер, что типа посмеяться, да, вот ха-ха и так далее. Иногда проявляются некоторые, некоторые такие аккаунты. Это не так, чтобы бить тревогу, как говорится, да, то, что находим, передаем. Ну, вот шуточный аккаунт, шуточный, не шуточный, а все-таки занимается это противоправными действиями, да, то есть определенными. То есть с ними какая работа ведет? Ну, шуточный аккаунт, я имею в виду то, что занимаются этим те же подростки, эти же дети, которые, если честно, то и не понимают, что они вообще делают, что они творят. Если они не понимают, все-таки мы стараемся выйти на уже больше на родителей, чтобы они объяснили, что таким образом действовать нельзя, чтобы в дальнейшем, когда они станут более взрослыми, они не попались на уже более серьезные какие-то аккаунты, чтобы не распространяли какую-то информацию, чтобы не стали потенциальными преступниками, как говорится. То есть с детьми вы работаете через родителей, самих детей, в принципе, на пути истинные, так сказать, не наставляете? Или проводите, может быть, какие-то мероприятия в школах? Мы работаем и с детьми, и с родителями, но с детьми мы работаем в большей сфере профилактики, не с теми, которые распространяют, а в принципе с людьми. У нас за наши полгода проведено семь мероприятий в поселениях Сургутского района, посвященных безопасному интернету, посвященных противоправному контенту. То есть если мы просто придем и скажем вот это вот нельзя, ай-яй-яй, ну, люди этого не поймут, особенно дети, да? А если все-таки в форме такой вот игры, то дети где-то вот там глубоко в уме уже поймут, когда станет какой-то такой момент. То есть в свои игры мы пытаемся их погрузить в такие ситуации, чтобы они могли сделать правильный выбор. Каким образом не попасться на какие-то уточки злоумышленников, каким образом, чтобы вот не распространять какую-то нехорошую информацию. И таким образом дети уже у нас обучаются, как делать нельзя, а как делать можно. Не вот таким образом, как пришли тетя или дядя рассказала, да, а вот именно, чтобы они сами это поняли. Именно с теми людьми, которые распространяют вот, о подростках, которых я говорила. Конечно, мы работаем уже с родителями. Какое право мы имеем работать с самими детьми? Они же несовершеннолетние. Мы работаем, конечно, с родителями, и то в присутствии больше как-то психологов привлекаем, потому что мы не знаем, каким образом нас отреагируют на это родители, как отреагируют на это дети. Мы не знаем ситуацию их семьи. Может быть, это не просто так, да, а может быть, это привлечение внимания к себе, как это у подростков получается. Может быть, что-то другое. То есть, вот все-таки больше отталкиваемся именно от ситуации, именно от определенного человека, а не в массовости. Поняла. Давайте я вам задам вопросы от наших комментаторов, да, то есть на половину из них вы уже ответили, в принципе, в нашей беседе. Вот вопрос. Как ваша организация относится к тому, что происходит сегодня в свете арестов за экстремизм и оскорблений в сети? Справедливо ли подобное обвинение? Ваше мнение вот по тем, что мы иногда бываем... Лично мое мнение, может быть, некоторые записи, за которые были люди привлечены к ответственности и не имеют какого-то слишком серьезного намерения. Но, тем не менее, если ты распространяешь какую-то информацию, значит, ты, скорее всего, понимаешь, что ты пишешь. Для кого ты пишешь? Ты пишешь в социальных сетях. Социальные сети у нас приравниваются сейчас к средствам массовой информации. А для чего ты это пишешь? Ты это пишешь для себя? Ну, тогда закрой свой аккаунт и пиши для себя все, что ты хочешь, да, как заметки для себя. Если ты пишешь это для друзей, будешь уверен, что кроме друзей кто-то это не заметит. Просто я хотела бы призвать всех, прежде чем что-то написать, прежде чем что-то сделать, подумайте. Не только не о себе, подумайте о людях. Что они подумают? Что они сделают на вашу запись? Это вы говорите конкретно о тех каких-то постах и публикациях, может быть, сообщениях, которые носят конкретный экстремистский характер. Но сейчас-то как раз-таки в свете обсуждений идут именно те нелепые уголовные дела, которые заведены просто на какую-то картинку. На какой-то пост, который в 2005 году был опубликован и каким-то неведомым образом сохранился, и человек даже уже не помнит, что он это опубликовал. То есть вот на такие вещи, как вы реагируете. Это ведь, по сути, согласно закону, так как заведены уголовные дела на этих людей, это тоже нарушение. То есть это тоже какой-то экстремистский материал. Но если посмотреть, наверное, объективным взглядом большинства людей, то ничего криминального в этом нет. Да, конечно, ничего криминального в этом принципе и нет. Поэтому-то у нас, наверное, у комментаторов и появилось столько вопросов к вам, да, то есть как отделить мух от котлет, да, то есть кто может сказать, что этот контент противоправный, а этот там, да, то есть нормальный, обычный, да, то есть для кого-то обычное это вот это как раз таки будет, да, то есть ничего страшного, в принципе ничего криминального, конкретно радикального какого-то, да, то есть вот как это, как к этому вы относитесь к тому, что вот ваша организация, она как раз занимается и этим, да, то есть мониторингом. И поэтому людей интересует, то есть как вы определите, как вы к этому сами относитесь к тому, что заводят дела на какие-то, ну, такие не очень, может быть, серьезные проступки. На самом деле, ну, вот именно ситуация относится в большей степени нейтрально, поскольку мы не видели эти аккаунты, то есть что там было записано, то есть просто прозвучала эта информация где-то в средствах массовой информации, что вот распространение посадили там, прилегли к какой-то ответственности человеку. Как мы можем смотреть объективно на эту ситуацию? Мы не знаем всей этой ситуации. Мы не видели этот аккаунт, мы не общались с правоохранительными органами, мы можем только субъективно следить по результатам именно тех комментариев, именно тех случаев, когда у нас в других краях, областях завели какие-то дела. То есть, ну, все-таки у нас в каждом регионе есть свои правоохранительные органы, и уже все-таки они решают, на что завести, на что не завести, да, вот какое-то административное правонарушение или уголовное. Какие рекомендации мы можем дать, чтобы... Ничего не постить? Сохранять страницу в соцсети чистой? Ну, не то, чтобы ничего не постить, там, оставлять чистой. Просто, может быть, как-то не вести свою страницу более агрессивно. Может быть, как-то вот подумать, а что же вы выкладываете, да? Прежде чем выложить, посмотрите, нет ли этого где-то, может, в федеральном списке экстремистских материалов, может, какую-то мыску, которую вы слышите, не запрещена ли она, прежде чем выложить. То есть, просто так же посмотрите в интернете, ну, нет ли там чего-то такого. Ну, вот как раз вопрос от нашего комментатора. Один из них и был, что и существует ли конкретный перечень, что нельзя делать, писать или пустить взрослым, подросткам и так далее, да? То есть, и что это такое конкретно? То есть, вы можете перечислить, может быть, там, самые популярные 10 пунктов? Самое популярное... Никто же не полезет в интернет смотреть, а не запрещено ли то, что я собираюсь выложить, да? То есть, я хочу себе добавить музыку, или картинку сохранить, да, там, в своем профиле, и я же не полезу для этого смотреть закон. Можно ли ее вообще сохранять? То есть, может быть, как-то вот такое самое популярное, самое простое расскажете? Самое популярное, самое простое... Все-таки... Ну, еще раз вам повторяю. Конечно, вы можете не смотреть этот интернет, вы не можете не смотреть федеральный список экстремистических материалов, не всегда, конечно, мы смотрим, не всегда мы хотим смотреть, проверять данную информацию, в этом и проблема, то есть, информационной безопасности. У нас иногда выкладывают посты какие-то, о неправде, как мы говорим, да, то есть, какие-то ложные посты, но это тоже у нас лимит информационной безопасности. Конечно, у нас есть в Конституции прописано, как говорится, свободу слова, но если ты этим словом не задеваешь какого-то определенного человека, если ты не определяешь какую-то национальность или расу, то, как говорится, тебе ничего и не будет. То есть, если ты не задеваешь своим мнением, своими словами каких-то определенных людей, какого-то определенного, может быть, религиозного течения, то это действительно за твое мнение. Просто чтобы на твое мнение не было обид, чтобы не обиделись, что вот именно такой вот человек, чтобы не писать там, Вася Пупкин, там, такой плохой человек, там, он там то-сё, да, как говорится, не испортить деловую репутацию какого-то человека, а также думать, если мы там напишем, что вот такие-то люди у нас так-то делают, другие-то люди у нас так делают, и чтобы не задеть чувства верующих, не задеть чувства других национальностей. Понятно. Хорошо. И последний, наверное, мой вопрос, да, то есть вы, как официально созданная организация, существуете еще относительно совсем недавно, да, то есть планируете ли вы на свою деятельность получать какие-то средства из бюджета, допустим, из Сургутского района, Сургута, может быть, округа, потому что работа ваша, я так понимаю, ценится, она нужна, да, то есть, или, может быть, вы уже получили. Нет. Конечно, мы хотим подавать не для того, чтобы просто, как говорится, захапать деньги, как у нас многие думают, и, может быть, даже и говорят, а именно на какие-то определенные цели, на минусоциальные значимые проекты. Мы собираемся подавать на грант Сургутского района, также у нас есть и другие, конечно, способы, это у нас есть грант губинатора, демократического автономного округа и президентские гранты, но цель не, как говорится, не получение средств, чтобы были просто деньги, а цель именно помочь людям, именно решить, как-то приблизить наших людей к решению какой-то проблемы. То есть, мы собираемся получать деньги именно на проект, а не просто, чтобы деньги были. Понятно. Тем более, что каждая копеечка, она подотчетна. То есть, это не просто так. Сейчас Вы работаете на волонтерских началах, правильно я понимаю? Да, сейчас мы работаем на волонтерских началах. Нам помогает администрация Сургутского района именно, ну, какими-то небольшими просьбами распечатать, например, грамоты. Понятно. Хорошо. Тогда давайте будем заканчивать онлайн-конференцию. Я напоминаю, сегодня мы говорили о кибербезопасности, то есть, о безопасности в интернете, о том, какой контент может считаться противоправным, как наши киберхранители защищают население и игры от этого контента. И в гостях у нас была руководитель региональной общественной организации киберхранителей Ирина Кузнецова. Спасибо, Ирина. Удачи Вам в Вашей деятельности. До свидания. Спасибо, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова